С наступлением жарких дней родители малышей стали беспокоиться о том, как уберечь своё чадо от перегрева и теплового удара. Дети первого года жизни находятся в группе риска. Терморегуляция маленького организма ещё только налаживает работу. Из-за нахождения на жаре или в духоте у ребёнка сбивается режим сна, появляется тревожность, нарушается теплообмен. Погулять нужно будет максимум до 10 часов. И мы говорим не то, что там со старшими детьми с 12 не гулять, с маленькими уже с 10. Лучше на улицу не выходить. В комнате всё-таки где-то прохладнее, то есть ребёнок должен находиться, вести себя как обычный, то есть обычный режим дня. Ничего специального, заставить ребёнка спать в определённое время, то есть как бы, ну, не надо. То есть всё подстраиваемся под режим каждого индивидуального ребёнка. Для прогулки идеально утренние и вечерние часы, когда солнечные лучи не такие агрессивные. Лучше одевать ребёнка в светлую просторную одежду из натуральных тканей. Также стоит позаботиться о головном уборе. Не забывайте давать ребёнку пить простую, чистую воду. Значит, малыми порциями, но чтобы бутылочка с водой, когда идут гулять, была всегда с собой. У любого возраста ребёнка. Вот. И, значит, влажной салфеточкой промывать, как бы, это самые ручки, лицо у ребёнка, чтобы он не перегревался. Если малыш всё-таки перегрелся, стоит немедленно выполнить несколько простых действий. При тепловом ударе, значит, неважно, какой ребёнок, какого возраста, мы говорим вообще про детей, это занести, значит, в прохладное место, положить на горизонтальную поверхность, ноги положить на подушку или на валик, убрать лишние, ну, какие-то тёплые части одежды, расстегнуть, значит, воротнички. И холодное полотенце на лоб. Если рвота, положить на бок. И давать воду маленькими, обычную простую воду, маленькими глоточками. Если есть возможность, отправляйтесь на природу, где вы сможете проводить время на свежем воздухе в тени деревьев. Купание в уличном бассейне разрешается также ранним утром или поздним вечером, около 20 минут. После следует насухо вытереть ребёнка и перенести в прохладное место. Солнцезащитными кремами лучше не злоупотреблять, использовать только гипоаллергенные, предназначенные специально для детей.